главные новости дня израиль и мир срочная новость чтобы не пропустить главные новости дня подпишись на наш канал месть израиля израиль отомстил хуситом за удар по тель-авиву израилская авиация нанесла удары по порту хадейда подконтрольному йеменским хуситом по порту хадейда на юго-западе йемена на территории контролируемой проиранской группировкой ансар алла известный как хуситы в субботу были нанесены мощные авиаудары горят резервуары с топливом и портовая инфраструктура армия обороны израиля подтвердила что израильские ввс нанесли удары по хадейде в ответ на как говорится в сообщении сотни попыток хуситов атаковать территорию израиля в последний месяц в ночь на пятницу в результате падения беспилотника запущенного хуситами в городе тель-авив в израиле погиб один человек и несколько были ранены арабские израильские сми предполагают что удар ввс израиля по йемену был нанесен именно в ответ на удар по тель-авиву министр обороны израиля я авгалант фактически подтвердил это заявив что израиль решился на ответ после того как от действий хуситов погиб израильский гражданин саудовские источники предполагают что в атаке могли участвовать и самолеты сша и британии однако в армии обороны израиля заявляют об участии в операции только израильских ввс представители хуситов также обвинили в бомбардировке израиль они заявили что в хадейде есть убитые и раненые и пообещали отомстить хуситы контролирующие значительную часть территории емена включая столицу сану осенью прошлого года заявили что будут наносить удары по израилю в ответ на его кампанию против группировки хамас в секторе газа с территории емена после этого неоднократно запускались в сторону израиля ракеты и беспилотники в большинстве случаев и взбивают также хуситы начали атаковать связанные с израилем а также сша и их союзниками корабли в красном море и аденском заливе соединенные штаты в свою очередь нанесли по йемену серию ударов премьер-министр бениамин нетания го вечером 20 июля официально прокомментировал атаку израиля на порт хадейда контролируемый еминскими хуситами эта акция дает понять нашим врагам что нет места куда не могла бы дотянуться длинная рука израиля пояснил он израиль ожидает что международное сообщество активизирует свои усилия против ирана и его марионеток чтобы обуздать иранскую агрессию и защитить международную свободу судоходства заявил премьер-министр каждый кто хочет видеть ближний восток безопасным и стабильным должен выступить против иранской оси зла и поддержать борьбу израиля против ирана и его марионеток нетания го обратился к врагам израиля не заблуждайтесь на наш счет мы будем защищаться всеми способами на всех фронтах любой кто причинит нам вред заплатит очень высокую цену за свою агрессию перед премьер-министром официальные комментарии дал и пресс-секретарь армии обороны израиля даниэль хагари он впервые раскрыл название операции в емине длинная рука по его словам все участвовавшие в атаке летчики благополучно вернулись домой на расстоянии более 1700 километров отсюда наши пилоты атаковали портовый район ходейды в емине мы ударили по этому району поскольку порт является маршрутом для поставок иранского оружия в емин и представляет собой важный экономический источник обеспечивающий террор хуситов пояснил хагари по его словам израильские ввс атаковали инфраструктуру двойного назначения военного и гражданского в том числе энергетическую это сложная атака одна из самых дальних и продолжительных осуществленных ввс израиля она потребовала тщательного планирования и подготовки емин большая страна только часть ее контролируется террористическим режимом хуситов у нас нет намерения атаковать еминский народ мы работаем против терроризма хуситов заявил израильский генерал он подчеркнул что за последние месяцы хуситы совершили около 200 атак на территорию израиля запуская по ней дроны и ракеты также хуситы под руководством ирана повредили десятки кораблей и нанесли ущерб мировым торговым путям хагари как и нетаньягу после него тоже обратился к мировому сообществу с призывом объединиться с израилем в единый фронт против кусицкого терроризма направляемого ираном это общий международный интерес сказал он обращаясь к израильтянам пресс-секретарь хагари подчеркнул что никаких изменений в политике и указаниях командования тыла пока нет одновременно цахал усилил оборону в воздухе на море и на суше он подчеркнул что обороны израиля не является герметичной и граждане должны выполнять указания командования тыла подписывайтесь на наши новости ставьте лайки и поддерживайте нас финансово главные новости дня на канале этом тв израиль и мир чтобы не пропустить главные новости дня отписывайтесь на наш канал